Всем привет! Сегодня у нас 20 сентября 2019 года. Хочу показать новый сорт моей коллекции. Вот такая вот грушка, очень красивая. Сорт называется Киргизская зимняя. Приехал в сад, смотрю, две грушки упало. Видимо, это первый признак, что нужно убирать урожай на хранение на зиму. Грушка приколирована на подвой С1, низкорослый. Показала саженцу второй год от посадки. Показала первые сигнальные плоды в этом году. Вот такого вот красивого, на солнышке аж горят качества. Грушка не сильно крупная, но деревцо очень молодое. Я его перегрузил. Нежелательно, конечно, было давать такой урожай. Надо было оставить реально на засажение с две грушки, просто проверить сорт. Ну, вот оставил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать грушек. Вот такие вот плоды. Буду я срывать его на хранение. Грушка довольно зимостойкая. Грушка не подмерзала у меня. И когда я ее брал, интересовался у садоводов, кто ее выращивает. Говорят, достойный зимний сорт груши. Стоит посадить ее в сад. Вот такая вот красавица, интересной формы, необычной. То есть она как завязалась, вообще такие висели, как яблочки моди. Такие красные-красные. Попробуем ее уже в подвале, при хранении, какой у нее вкус, какой у нее будет вес. Так, примерно, наверное, грамм 150, может быть, до 200. Примерно. Наверное, грамм 150. Ну, посмотрим уже на весах ее. Некоторые висят, довольно-таки неплохо держатся. Вот такая вот. На вид грушка эта симпатичная. Если вкус у нее будет еще отменный, главное, чтобы она не дряхла при хранении, то вообще будет классно. Зимние груши в цене. Вот получается. Такое вот. Можно получить урожай на второй год от посадки на низкорослом подвое. Вот таких замечательных водок. Получается, вот я собрался от этой маленькой грушки. Грушка по высоте метр пятьдесят где-то. Вот так вот. Сегодня у нас пятое декабря 2019 года. Поддержите, пожалуйста, это видео лайком. Это помогает моему каналу продвигаться и стимулирует меня на показ новых видео. Давайте посмотрим, какой вес у данной грушки. Грушка неплохо, я смотрю, хранится. Это сигнальное подношение, как я говорил. 170 грамм. Ай, со снегом. 175 грамм. Думаю, наверное, они все такие. Да, 172. 190. Ну, короче говоря, вес у них примерно 170 грамм до 200. Давайте разрежем, посмотрим, какая-то груша сейчас в лёжке. Он слышно хрустит, неплохо. Я их ещё не пробовал. Вот так вот. Грушка красивая. Ах, вот. Грушка. Давайте разрежем её вот так ещё. Слышно, что хрумтящее. Вот так вот. Сорт хрумтит. Не на весах. Так её положим. Вот, было видно. Так, давайте продегустируем, какой вкус у неё. Вкус хрумтящий. С лёгким ароматом. Довольно сочный. Сейчас покажу. Надавлю, попробую. Видно. Сорт, сок брызжет. Вот, видно. Сочный. Сока очень много. Аромат очень лёгкий. Такой, еле-еле уловимый. Кислоты у данной груши нету. Грушка сладкая. Ну, такая сладкая водичка. Вот такой вкус я назвал бы. Приятный, хороший, освежающий вкус. Хорошо, что она хранится. Вот, отлично. Я думаю, что она должна до февраля лежать. Сока много. Груша не ватная, не дряхлая. Это как раз хорошая такая зимняя груша. Ежеская зимняя. Ну, понравилось видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. В дальнейшем буду этот сорт наблюдать. Смотреть, как он будет себя показывать. Ну, вроде как садоводы говорят, он неприхотливый сорт. Каждый год с урожаем. Как бы нормально несёт нагрузку. Ну, посмотрим. Всем спасибо за внимание. Всем пока.